Ну что же, всем привет, ребят, всем привет, давно не виделись с вами, не слышите? Ребят, всем привет! Сегодня вот у нас пустой стол. Ладно, не отчаивайтесь, сейчас я вам покажу, что я заказала. Мы сегодня едим суши, да. Ребята, я заказала из новой доставки. Посмотрите на них. Называется Сатоша. Короче, я решила, что я буду пробовать разные доставки роллов. Короче говоря, эти роллы мне обошлись в общей сложности 2400 за... за сколько? За 4 вида. Ребят, похоже, я забыла, что такое снимать мукбанг, потому что я думала, что я вот так вот все разложу, а для того, чтобы это все красиво расставить, это надо просто вспотеть, и я не знаю, что еще сделать 10 тысяч раз. Короче, тут у меня все немного заваливается. В общем, начинаем есть. Я очень хочу есть. Просто обалдеть как. Смотрите, какие роллы. Короче, я заказала. Сейчас у меня такой план. Я хочу пробовать разные доставки, и именно по роллам, потому что я люблю роллы есть. Честно, я даже ничего есть сейчас на мукбанге, не хочу, кроме роллов. Ну, извините, вот так. Так, давайте с вами сделаем соевый соус. Вот, наконец-то. И начнем есть. Чего, соскучились? Я тоже соскучилась. Ну, честно, я очень довольна этой доставкой. Почему? Потому что, во-первых, цена... Фиг с ним. Цена очень приятная. Тут каждый ролл... Ну, короче, по стоимости где-то около 600-650 рублей за... за штучку. Вот, все. Знаете, ой, какой имбирь, просто малипусик. Как бы, не знаю, мне кажется, что они должны быть вкусные. Прямо очень, я думаю, вкусные и нежные, и такие свежие. Выглядят шикарно. Знаете, они не огромные. Абсолютно они адекватных размеров. Сегодня вспоминала, как я снимала доставку о суши, и то было вообще невкусно. Потому что там одни огурцы, а тут прям... Давайте, короче, я возьму вот эти, которые падают, блин. Посмотрите на них. Давайте пробовать. Ну, не знаю. Надо распробовать. Какой-то вкус, знаете, немножко специфический. Я не понимаю, почему. Короче, сегодня хочу вам рассказать, как я училась на Яндекс.Практикуме. Потому что вообще, я уже такое видео снимала, но без еды. Я даже его не стала вообще смотреть, монтировать. Я его просто удалила. Ну, вот не знаю, как-то мне и не хочется. Так, этот уже разваливается, потому что тут, правда, было тяжело не развалиться. Так. Неплохо. Но они какие-то все... Какой-то, ну, не знаю, особенный вкус у этих роллов. Не могу даже сказать, чего и почему. Так вот. Про Яндекс.Практику. Боже, все развалится. Я закончила обучение. Закончила я обучение где-то уже пару месяцев назад. Ну, и, как вы поняли, работу я еще не нашла. Сейчас скажу, почему. Блин, какой-то вкус. Ну, вкусно. Ну, попробовать можно. Знаете, какой-то... Как будто... Не пойму. Может быть, это от черного... Они добавляют черный этот такой, знаете... Этот, блин, черный тмин или... Мне кажется, это от него. Ну, прикольно. Короче. По поводу. Закончила я учиться где-то два месяца назад. Работу я не нашла. Почему? Во-первых, сейчас очень большой конкурс на все вакансии. То есть, очень много людей откликаются. И, конечно, человека без опыта брать к себе в команду, ну, не каждый захочет. То есть, это либо ты идешь на стажировку, которых тоже очень мало, и там действительно тоже большой спрос. На эти вакансии. Либо ты идешь в фриланс. Я сейчас пытаюсь, на самом деле, пойти начать заниматься фрилансом, но сейчас расскажу. Давайте по порядку. Во-первых, про обучение в Яндекс.Практику. мне хочется сказать, что там, в принципе, дают теорию, но, знаете, не хватает каких-то лайфхаков. Допустим, это мы верстаем страницу вот таким образом, да? Какую-то удобненькую шпаргалку. А там очень много информации, абсолютно разной, по теме, и ты не теряешься. Из того, что большой объем. И тяжело структурировать это все. Поэтому я немножко потеряна сейчас. И, знаете, когда сталкиваешься с какими-то конкретными задачами и вопросами, допустим, в заказе, то иногда не понимаешь, как их решить, и хочешь найти, да, что-то. Вот роешься в этих материалах, а там часто вот какая-то вода такая. Понимаете? В целом мне понравился курс, но мне показалось немного мало вот таких вот именно практических вещей, как, допустим, сверстать сайт самостоятельно самому, там на каких платформах это можно сделать. Об этом вообще не было речи. А так, фактически, если ты работаешь на фрилансе, то ты должен делать от А до Я проекты, а не просто дизайн. Ну вот как-то так. Знания дают, ну, не знаю, наверное, на всех курсах. В принципе, занимаешься на платформе, на Яндекс.Практикуме. Платформа классная. Она у тебя остается, доступ к этой платформе на год. Тут вставлю, как это выглядит. Но, вы знаете, честно вам скажу, я вам рекомендую, конечно, пойти учиться, если вы думаете об этом. Но, если вы думаете, что вы с нуля пойдете учиться на, допустим, разработчика, и уже через там год обучения вы будете зарабатывать 150 тысяч, нет, скорее всего, вам будет очень сложно найти работу. Сейчас выпускается вот столько специалистов. Вакансий не так много. тем более сейчас, когда многие компании, знаете, там урезают, сокращают. Ну, скажу так, я отучилась, это была моя эмоциональная покупка, и сейчас я не знаю, как это применить. Я отхлитнулась уже, наверное, вакансии на 100, представляете? Мне везде отказывают. Видимо, нужно обращаться к ним в карьерный центр. Я просто думала, что я сама устроюсь. Но нет. Обращаться к ним в карьерный центр, и чтобы они помогали. Они там могут помочь в портфолио, и так далее. Но я могу одно сказать, что, чтобы вас взяли на работу, нужно уже быть более-менее профессионалом. А стать профессионалом в абсолютно новой области, а если еще вы не знаете английский, это будет вдвойне тяжело, потому что там все на английском. Из всех щелей прутать онлайн-школы, по итогу для них это просто способ заработка. Можно. Я вот ничего не говорю. Реально, можно трудоустроиться, но если прям вы будете очень хорошо учиться. А я ну так, троечница. Поэтому, конечно, вот эти очень вкусные. Знаете, как блинчики? Про эту доставку писали, что типа люди там пишут, что это как бы в формате фудкорта вообще готовится, но они очень любят туда заходить. В Цветном, по-моему, есть эти роллы в Москве и еще где-то. Вот, они доставляют в принципе вроде как по всей Москве. И я когда выбирала доставку, какую заказать, про это писали, что люди типа они гурманы, но любят иногда вот заскочить взять эти роллы и я вот поэтому решила их заказать. Неплохо, реально. Сейчас скажу. Короче, этот заказ вышел на вот с учетом доставки доставки с учетом всего. Короче, этот заказ вышел с учетом доставки 2396 рублей. Ну, в принципе, это средняя цена на самом деле на роллы. Это не дешево, то, что есть дешевле. Вот, но это и совсем недорого, это достаточно, ну, так, бюджетно, я бы сказала. Ну, и видите, качество роллов, они вот такие вот, ну, среднего размера, они не огромные, но при этом мало риса, действительно, не очень много риса и начинка. Знаете, чувствуется авокадо. Для меня вот важно, чтобы чувствовался авокадо. я не люблю, когда мало авокадо и много огурца. Вот видите, как бы сейчас пыталась сделать так, чтобы и я, и роллы были и получается так, что вот, вот что получается. Как бы, не знаю, с ракурсом проблемы, с этим нужно работать. Давайте пробовать. Короче, если думаете идти учиться, подумайте раз пять. Если хотите за денег идти учиться, ну, это не получится. Вам будет нужно больше денег, чтобы жить то время без работы. Пока вы будете ее искать, пока вы будете учиться. Если прям что-то нравится, лежит к этому душа, можно попробовать, но прям, если понимаете, нравится. Опять же, если вот, как они, знаете, мотивируют всем, вот, начни зарабатывать, там, трали-вали, ну, не получится так. Чтобы попасть на первую работу, нужно будет пройти вообще огонь, воду, медные трубы. но само сам материал, который они дают, он вполне объемный, дают много литературы дополнительной. По самим курсам у меня вопроса нет. Просто, что специалисты такого уровня мало кому нужны на рынке. Это да. Боже. Это факт. То есть, знаете, нужно закладывать время на то, что вы еще будете отрабатывать. Не знаю. Мне реально сложно. может быть человек более усидчивый, более нацеленный на результат. У него получилось с первого раза. Ну, вот у меня, я еще думаю, знаете, по второму кругу это обучение уже проходить. Потому что много очень информации было, я много чего не усвоила, как мне кажется. вау-эффекта нет. Вообще. Ну, вот сейчас пытаюсь как-то найти какие-то заказы, поработать на фрилансе, набить руку, сделать какие-то реальные проекты. потому что так, просто, знаешь, выйди зеленым из этой школы ты вообще никому не нужен. Ну, вот тут правда. Потому что желающих вагон и с опытом еще, знаете, и со знанием английского и вообще совсем подряд конкуренция бешеная найти, в вакансии войти. ну что, наелась. Давайте еще одну и, в принципе, будем закругляться. Это видео я выложу уже завтра. Сегодня его быстренько смонтирую и выложу. уберу. Думаю, мы с вами будем встречаться чаще. В принципе, и так, да, можно было есть. Ну, вы мне знаете. Бешеная. Еще разлила. буду, короче, сейчас стараться снимать более часто видео, потому что в последнее время видео не выходили. Ну, просто потому, что я, не знаю, задепрессовала. Они вот так все упаковывают. Короче, задепрессовала и как-то не хотела, знаете. И вот как раз, наверное, сейчас, как раз, наверное, это у меня было время для того, чтобы подумать. Может быть, как-то, ну, не знаю, что-нибудь новенькое сделать на канал. Вот. Поэтому такие паузы, в принципе, знаете, как мини-отпуск такой. Ну, не мини, не знаю, сколько я месяц, наверное, не снимала нормально. Полтора. Это время как раз подумать, разгрузиться, знаете, посмотреть немного со стороны на свой контент, что ты делаешь, подумать, что дальше делать. Это, в принципе, нормальная тема. Ну, и плюс я реально пыталась сейчас найти работу по дизайну и, ну, как видите, не совсем удачно. Пока что, не знаю, буду, не буду отчаиваться, буду дальше искать, потому что, ну, не зря же я училась. Все-таки не хочется, знаете, бросить это дело, так как я бросила, допустим, визажиста. Курсы я прошла и никуда не пошла работать дальше. Тут мне хочется это добить. Это, знаете, уже какой-то как челлендж, просто челлендж. Сделаю я это или не сделаю, слабо мне, не слабо. Какого-то прям, знаете, вот именно удовольствия от работы, от этой, ну, не сказать, что я прям испытываю. Но, в принципе, это интересно, это такая область, это IT, там очень много нужно изучать. Если вот вы думаете как раз идти в IT, то нужно понимать, что очень много и материал нужно изучать. Тем более, если вы идете с нуля, это просто, ну, блин, на самом деле все не изучишь, дома не изучишь, и, конечно, по-хорошему нужно какие-то базы, да, какую-то базу получить, и потом уже идти с этой базы куда-то в компанию и развиваться там, работать. Ну, либо на фрилансе. Но, вот с чем я столкнулась. Никуда не берут. Кстати, если вы хотите поддержать канал, я снизу, под этим видео оставлю ссылку, можно будет зайти, задонатить, я буду очень рада, потому что нет никакой рекламы, какую-то левую рекламу я брать не хочу. Вот, поэтому, если вам хотелось бы меня поддержать как-то, то можете это сделать. Я думаю, мне будет, мне будет больше мотивации снимать, когда это будет, ну, знаете, какую-то ты будешь отдачу, что ли, получать. Вот, поэтому, если вам нравится мой контент, буду очень благодарна. В целом, все, ребят, спасибо большое за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok